В начале 1942 года 8-я гвардейская панфиловская дивизия в составе Калининского фронта участвовала в Тропецко-Холмской операции. Особенно жестокие бои завязались за город Холм, который был окружен советскими войсками, но немецкий гарнизон упорно сопротивлялся. Хотя город и был важным стратегическим транспортным узлом, но советское командование концентрировало все свои силы на гораздо более крупном котле под Демьянском, где в окружении оказались шесть немецких дивизий. Силы Калининского фронта уже к февралю истратили свой наступающий потенциал и самостоятельно город взять не могли, хотя и продолжали его штурм еще больше месяца. К маю же немцы смогли накопить достаточно сил и, деблокировав город, сами попытались перейти в наступление. В это время в Панфиловскую дивизию прибыло пополнение новобранцев, среди которых был молодой боец, казах по национальности Абдебеков Туляугали Насарханович, 1916 года рождения. С детства он занимался охотой, а подростком переехал в Южный Казахстан, где работал хлопководом. Срочную службу он проходил в 1934 году в Хабаровском крае и уже тогда зарекомендовал себя как физически подготовленный и смекалистый боец. Также командиры отмечали его исключительно меткую стрельбу. Прибыв на фронт в мае 1942 года, Абдебекова сразу же записали снайпером в 30-й гвардейский стрелковый полк. Командир полка вручил ему винтовку с оптическим прицелом и сказал «Ты охотник, теперь тебе предстоит выслеживать и безжалостно истреблять куда более опасных и хищных двуногих зверей». «У меня сильные руки, а глаза как у орла, пусть враг знает об этом», ответил командиру Толюгали Насарханович. И уже в первом бою враг узнал об этом. В последних битвах за город Холм Толюгали Абдебеков получил свое боевое крещение. 17 мая у деревни Иванково и своей винтовки он уничтожил шесть фашистов. Немецкие автоматчики обошли позиции красноармейцев и своим огнем тяжело ранили командира роты. Тогда Абдебеков взял командование на себя. Он поднял бойцов в атаку и стремительным натиском красноармейцы выбили просочившихся автоматчиков из леса. В один из последующих дней, обороняя высоту, господствующую над местностью, Абдебеков уничтожил 23 фашиста, которые штурмовали позиции его роты. Немецкая атака захлебнулась, но на высоту посыпались мины. Немцы пытались определить расположение снайпера, но им это сделать не удалось. Советский стрелок остался цел. Отправившись в составе стрелкового взвода в еще не оставленный советскими войсками город Холм, Абдебеков в первый день убил более десятка немцев, а на следующий день, засев в подбитом танке, расстрелял скопление немецких войск, готовящихся к штурму, чем сорвал атаку противника еще до ее начала. На третий день группа бойцов, в составе которой было и Абдебеков, держала круговую оборону. Несмотря на численное превосходство противника, красноармейцы смогли нанести немцам ощутимый урон. В июле месяце 42 года 8-я гвардейская стрелковая дивизия полностью оставила свои позиции и отошла на восточную сторону реки Лавость. Фронт в этом районе стабилизировался. Во всех подразделениях дивизии стало развиваться снайперское движение. Если раньше снайперы исчислялись единицами, то теперь ежедневно десятки лучших гвардейцев просили своих командиров впустить их на охоту. Чтобы поддержать стремление отдельных бойцов и придать этому явлению массовый характер, а также с целью накопления и передачи снайперского опыта солдатам во всех подразделениях, командование дивизии решило провести снайперское соревнование среди личного состава. Соревнование должно было длиться до октября, а его окончание было приурочено к дате Октябрьской революции. В каждом подразделении организовывались снайперские кружки, где бойцы проходили трех-четырехдневное обучение, а затем днем и ночью беспрерывно выходили к немецким блиндажам на охоту. Тулиугали Абдебеков, успевший показать себя осторожным, выдержанным и метким стрелком, первым возглавил снайперское движение в своем полку. Вокруг него стали собираться не только молодые, но и уже опытные и зарекомендовавшие себя снайперы. Такие, как, например, Ержанов и Набаль, который в одиночку истребил переправившихся через реку Ловость восемь немецких диверсантов, или Абельну Суббаев, который возглавлял группу из 12 снайперов. Не имея специального снайперского оружия, они все равно успешно действовали против немцев. Уже к концу августа снайперское движение в полку приняло массовый характер. Каждый хотел внести свою лепту и убить хотя бы одного врага. Силами снайперов 30-го гвардейского полка за это время было уничтожено 415 гитлеровцев. Особо выделился молодой узбек Мамадали Мадаминов, который открыл свой счет только 1 августа, но к концу месяца уже имел 37 поверженных врагов. Он-то и стал победителем соревнования, когда на его счету в октябре было уже 137 убитых противников. Начальник политотдела Лагвиненко вручил лучшему снайперу дивизии именную снайперскую винтовку и пожелал лучших успехов. Толеугаль Абдебеков занял в соревновании второе место, хотя в целом к этому времени на его счету было уже 219 поверженных фашистов. Но Суббаев и Ержанов заняли третье и четвертое место, на их счету было более 80 врагов у каждого. Всего же в дни проведения соревнований снайперами дивизии было ликвидировано 1347 немцев. В декабре 1942 года гвардии старший сержант Абдебеков Толеугали Насарханович уже за 227 истребленных фашистов был представлен к награде Орден Ленина. Но вышестоящее начальство снизило эту награду до Ордена Красной Звезды. С 6 по 10 марта 1943 года Абдебеков под постоянным обстрелом противника, умело выбирая себе цель, убил 28 фашистов и двоих ранил. 9 марта он, осматривая впереди себя лежащую местность, обнаружил возле дороги трупы красноармейцев. По своей инициативе он несколько раз подползал туда и вытаскивал оружие, которое не успели собрать немцы. В последний заход его заметил вражеский снайпер, и Толеугали Насарханович был тяжело ранен. Несмотря на это, он смог выползти из-под линии огня с очередной порцией оружия. Всего Абдебеков смог вынести 3 ручных пулемета, 7 винтовок и 1 автомат, а также 10 партийных билетов. За этот подвиг, а также за 255 поверженных врагов и за то, что Абдебеков обучил несколько десятков молодых снайперов, его снова представили к ордену Ленина. Но командование дивизии вновь снизило награду, на сей раз уже до ордена Красного Знамени. В январе 1944 года с целью разгрома немецкой группы армии «Север» и полного снятия блокады Ленинграда силами трех фронтов советские войска начали стратегическую наступательную операцию. 8-я гвардейская дивизия в составе 22-й армии наносила удар на Идритском направлении. В этих боях до 21 февраля Абдебеков Тулиугалина Сарханович уничтожил 48 фашистов, доведя свой личный счет до 396 поверженных врагов, а после он был тяжело ранен и умер в госпитале. Абдебеков и немецкий снайпер послали свои пули друг в друга практически одновременно. Тулиугалина Сархановича ранила в шею, а немецкий стрелок стал 397-м и последним в списке побед великого советского снайпера. Скончался гвардии старший сержант в 6-м медико-санитарном батальоне в день рождения Красной Армии 23 февраля 1944 года. После его смерти командование дивизии представило Тулиугалия Абдебекова к званию Героя Советского Союза. Это представление было подписано членами военного совета армии и фронта, но данной награды герой не получил. Вместо нее он был удостоен орденом Отечественной войны первой степени и орденом Ленина. Остается только гадать, почему было вынесено такое решение. Однажды в Панфиловской дивизии были устроены показные учебные стрельбы. Тулиугали Абдебеков, выйдя на огневой рубеж, сказал, «Мишень слишком велика для меня». И он практически не целясь, выстрелил воробья, который сидел сверху. Только взлетели воробьиные перья. Когда же началось торжественное награждение лучших стрелков дивизии новыми снайперскими винтовками с отличной оптикой, Тулиугали Насарханович наотрез отказался принимать этот дар. Свою старую винтовку с пробитым пулей ложем он ценил гораздо больше, потому что она напоминала ему о том, что враг на нашей земле. И значит, не может быть места самоуспокойности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok